Пользователи соцсетей и мессенджеров продолжают рассылать фейки и слухи. Тем самым все еще больше не разбериху в информационном поле. Что правда, а что ложь, расскажет моя коллега Асель Джамберше. Асель, привет! Привет, Джансая! Скажи, пожалуйста, чем на этот раз удивили наши слухмейкеры? Ну вот первая псевдоновость о том, что программа Ашив передает данные казахстанцев третьим лицам. В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация. О том, что программа Ашив якобы зарегистрирована на Сейшельских островах и сливает персональные данные казахстанцев. Это ложь. Распространяемую информацию опровергли сотрудники компании национальных информационных технологий. По их словам, Ашив расположен на серверах в защищенном контуре, который соответствует всем единым требованиям информационной безопасности и зарегистрирована в Казахстане. Функционал приложения исключает возможность хранения персональных данных. Тем более, передачи данных третьим лицам. Само программное обеспечение Ашив отображает только статус гражданина. При сканировании QR-кода Ашив автоматически посылает запрос в базу данных в Министерство здравоохранения. Только для определения статуса человека. Помимо этого, никакие иные действия при сканировании QR-кода не осуществляются. Ашив не хранит и не аккумулирует персональные данные. Но вот трейдеров и инвесторов взбудоражила новость о том, что лондонская фондовая биржа заблокировала акции крупнейших казахстанских компаний. Таких как Халыкбанк и Каспий и Казатомпром. Якобы все они попали под те же ограничения, что и российские компании. И это ложь. Представители отечественных компаний выступили с опровержением данной информации. И заявили, что торги продолжаются. И, пожалуй, последняя новость, которую обсуждают доверчивые пользователи сети – сообщение об отправке казахстанских войск и военной техники в Украину. Это неправда. Пост подобного содержания появился в Твиттер. Эту информацию опровергли в Министерстве обороны Казахстана. Многочисленные фото и видео военной техники, перемещаемые по железной дороге и едущей по магистралям страны, не являются доказательствами отправки войск в Украину. В Министерстве обороны пояснили, что на этих кадрах запечатлен переброс военной техники в южные регионы Казахстана для ремонта. Слухи о том, что правительство Казахстана тайно помогает России в конфликте с Украиной, также безосновательны. Как ранее сообщали в Министерстве обороны, подобного решения казахстанские власти не принимали. А я, в свою очередь, призываю казахстанцев перепроверять новости и критически относиться к любой информации и доверять лишь проверенным. Официальным источником.